Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей, это выпуск Russian Radio Show номер 41, и это мой второй подкаст для уровня А1. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радио-шоу. Студия Сергей Гриффитс. Хочу напомнить вам, как использовать этот подкаст. Все очень просто. Вы слушаете его семь раз. Вы слушаете его в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье. Вы слушаете его всю неделю. Вы слушаете этот подкаст сначала один раз. Потом вы можете скачать на сайте russianradioshow.com PDF-файл с транскрипцией и с упражнениями. И потом вы можете слушать подкаст, искать новые слова в словаре, читать транскрипцию, автоматически запоминать все новые слова и делать упражнения. А еще вы можете со мной повторять весь текст. Также хочу напомнить, что у меня есть три правила. Правило номер один. Если вы хотите хорошо и автоматически говорить по-русски, вы должны слушать этот подкаст минимум семь раз. Вы должны слушать его каждый день. Правило номер два. Если я задаю вопрос, вы отвечаете очень громко. И правило номер три. Мы говорим по-русски без стресса. Мы говорим по-русски без стресса и с удовольствием. Сегодня у нас будет история, которая называется «Любовь с первого взгляда». Русское радио шоу Это Ирина. Она русская. Ирина живет в России, в Москве. Ей 28 лет. По профессии Ирина учительница английского языка. Она работает в школе. Ирина обожает свою работу, потому что ей очень нравится английский язык и нравится учить детей. Ирина очень красивая женщина. Она высокая и стройная. У нее светлые волосы, голубые глаза и очень красивая улыбка. А еще Ирина всегда стильно одевается. У Ирины очень хороший вкус. Она предпочитает покупать недорогую, но стильную одежду. Ирина очень хочет быть в форме, поэтому каждое утро бегает. А еще она любит путешествовать, слушать музыку, смотреть фильмы, готовить вкусную еду и читать интересные книги. Ирина читает русские книги по-русски, а английские книги по-английски. У Ирины есть муж Джон. Он американец. Он родился в Америке, в Нью-Йорке, но сейчас тоже живет в Москве. Джону 31 год. По профессии он архитектор. Джон высокий, но не очень стройный мужчина. Он тоже хочет быть в форме, поэтому иногда бегает в парке. Но результата нет. Почему? Потому что Джон делает это не регулярно, а только один раз в неделю. Ирина всегда говорит Джону, что спорт – это как иностранный язык. Если ты занимаешься спортом только один раз в неделю, не будет результата. Если ты изучаешь иностранный язык только один раз в неделю, тоже не будет результата. Заниматься спортом и изучать иностранный язык лучше каждый день. Как познакомились Ирина и Джон? Пять лет назад Ирина была в Нью-Йорке на стажировке. Она жила там три месяца и совершенствовала свое английское произношение. В свободное время она много гуляла по городу, читала, разговаривала с американцами и бегала. Какое лучшее место для бега в Нью-Йорке? Конечно, Центральный парк. Именно там Ирина впервые увидела Джона, а Джон впервые увидел Ирину. Они случайно встретились около озера в парке. Даже не встретились, а столкнулись. Во время пробежки у Джона развязался шнурок. Он внезапно остановился, чтобы завязать шнурок. А Ирина не заметила и врезалась в Джона. Они оба упали на землю. А потом посмотрели друг на друга и начали смеяться. Джон и Ирина говорят, что это была любовь с первого взгляда. Русское радио шоу Генеральные спонсоры проекта Russian Radio Show на сайте patreon.com Большое спасибо за поддержку. Это рубрика «Вопросы и ответы». Я задаю вопросы, а вы громко и четко отвечаете. Если вы будете отвечать тихо или совсем не будете отвечать, это не очень хорошо. Я советую вам отвечать громко и четко. Итак, поехали. Кто Ирина по национальности? Она американка, англичанка, итальянка, немка, испанка, японка. Кто она по национальности? Конечно, она русская. Ее зовут Ирина. Это очень популярное имя в России. Где живет Ирина? Где она живет? Конечно, мы знаем, что она живет в России. Она русская, она живет в России. В Санкт-Петербурге? В Сочи? Во Владивостоке? В Красноярске? В Калининграде? Нет, она живет в Москве. Она живет в столице России. Ирина живет в Москве. Сколько Ирине лет? Сколько ей лет? Мы знаем, что Ирина молодая женщина. Ей 28 лет. Кем Ирина работает? Кто она по профессии? Ирина работает учительницей английского языка. По профессии она учительница английского языка. Ирина любит свою работу? Она не просто любит. Она обожает свою работу. Ирина обожает свою работу, потому что ей очень нравится английский язык и нравится учить детей. Какой язык нравится Ирине? Немецкий? Испанский? Португальский? Французский? Русский? Конечно, я думаю, ей нравится русский язык. Это ее родной язык. Но еще ей очень нравится английский язык. Она учительница английского языка. Опишите внешность Ирины. Ирина высокая или невысокая? Ирина высокая. Ирина стройная или полная женщина? Она стройная. Мы знаем, что у Ирины светлые волосы. Она блондинка. А какие у нее глаза? Зеленые? Серые? Карие? Черные? А может, у нее были разноцветные глаза? Например, был такой английский певец Дэвид Боуи, и у него были разноцветные глаза. Нет. Глаза у Ирины не разноцветные. У нее голубые глаза. Какую одежду предпочитает покупать Ирина? Она любит дорогую одежду? Ей нравится дорогая брендовая одежда? Ирина предпочитает покупать недорогую, но стильную одежду. Ей нравится недорогая, но стильная одежда. Мы помним из текста, что Ирина очень хочет быть в форме. Что она делает, чтобы быть в форме? Она занимается йогой? Она занимается пилатесом? Она занимается бодибилдингом? Ирина бегает. Ей очень нравится бегать. Ей очень нравится бег. Что еще нравится Ирине? Ей нравится путешествовать? Да. Ей нравится путешествовать. Она любит путешествовать. Ей нравится слушать музыку? Да. Ей нравится слушать музыку. Она любит слушать музыку. Ей нравится смотреть фильмы? Да, ей нравится смотреть фильмы Она любит смотреть фильмы Ей нравится готовить вкусную еду Да, ей нравится готовить вкусную еду Она любит готовить вкусную еду Ей нравится читать книги Да, ей нравится читать книги Какие книги ей нравится читать? Конечно, ей нравится читать интересные книги. Никто не любит читать скучные книги. Ирина читает книги по-русски или по-английски? Ирина читает книги и по-русски, и по-английски. Ирина читает русские книги по-русски, а английские книги по-английски. У Ирины есть муж или нет мужа? Мы знаем, что у Ирины есть муж. Как его зовут? Его зовут Джон. Кто он по национальности? Англичанин? Грек? Итальянец? Француз? Русский? Джон по национальности американец. Он из Америки. Сейчас он живет в Америке? Нет. Мы знаем, что сейчас он живет в Москве с Ириной. Сколько лет Джону? Ему 31 год. Кем работает Джон? Учителем? Менеджером? Почтальоном? Официантом? Водителем? Нет, нет, нет. И еще раз нет. Джон работает архитектором. По профессии Джон архитектор. Мы знаем, что Джон хочет быть в форме. Что он делает, чтобы быть в форме? Он бегает в парке. Как часто он бегает в парке? Джон бегает в парке один раз в неделю. Только один раз в неделю. Как давно познакомились Ирина и Джон? Как давно это было? Ирина и Джон познакомились пять лет назад. Итак, они познакомились в Нью-Йорке пять лет назад. А что Ирина делала в Нью-Йорке? Она там отдыхала? Нет, она не отдыхала в Нью-Йорке. Конечно, иногда она отдыхала, но ее главная цель была стажировка. Ирина была на стажировке. Она совершенствовала свое английское произношение. Как долго Ирина была в Нью-Йорке? Одну неделю? Один месяц? Два месяца? Один год? Ирина была в Нью-Йорке на стажировке три месяца. Что Ирина делала в свободное время? В свободное время она много гуляла по городу, читала, разговаривала с американцами и бегала. Итак, Ирина бегала в парке. Джон тоже бегал в парке. Там они и встретились. Вы помните, около чего они встретились? Они встретились в парке около озера. Как они встретились? Они просто увидели друг друга и сказали «Привет!» Нет, они столкнулись! Джон бегал, 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 а потом остановился. Почему он остановился? Зачем он остановился? У Джона развязался шнурок. Он хотел завязать шнурок. Он остановился, чтобы завязать шнурок. Ирина тоже остановилась, чтобы завязать шнурок? Нет, Ирина не заметила Джона и врезалась в него. Ирина врезалась в Джона, и они оба упали на землю. Потом они посмотрели друг на друга и что начали делать? Ругаться? Драться? Нет, конечно. Они начали смеяться. Они начали смеяться, потому что это очень комичная ситуация. Русское радио-шоу На сегодня все. Слушайте этот подкаст каждый день. Отвечайте на мои вопросы. А если вы хотите читать транскрипцию и делать упражнения, вы можете скачать PDF-файл на сайте russianradioshow.com Хочу напомнить, что это эпизод номер сорок один. Всего доброго! Слушайте русское радио-шоу и изучайте русский язык с удовольствием! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова